друзья я вас приветствую от всей души приветствую и сразу хочу поблагодарить вас за тот свет за то добро которая которая вы дарите мне и моему каналу за ваши лайки подписки и комментарии за наши переписки просто в других мессенджеров я очень-очень от всей души благодарен тем людям которые помогают создание контента вот их имена это вот те люди которые в данный момент помогают выходу этого ролика то является спонсором канала кто присылает какие-то донаты на пересылку кто присылает образцы для обзоров вот эту пластинку я не купил хотя собирался собирался ее покупать следующем году на семье есть одно правило один год одна пластинка момента приобретения вертока так так и живем вот и я собирался и приобрести и большое спасибо константину он мне ее подарил поэтому у меня теперь есть еще полгода на раздумья какую какой винил я буду брать в следующем году а вот полный список людей которые помогают каналу вы найдете к описанию в описании к этому ролику там же много чего интересного фейсбук инста telegram там есть канал аудио ателье если вам что-то нужно приобрести заходите туда пожалуйста вот там там все что остается после обзоров на моем канале можно глянуть может что-то будет вам там полезно и вот и также я оставлю ссылку на эту пластинку в магазине винила где сам покупаю все я в одном магазине все покупаю вот ну или же на барахолке если что-нибудь что-нибудь старенькое тоже бывало раньше ходил сейчас на это просто нету ни времени не опять-таки не той же возможности поэтому вот тот магазин где я приобретаю на него и будет ссылка в описании этого ролика друзьям винил это вот у меня недавно человек в комментариях спросил ну у тебя же есть винил и горит и какая разница между винилом и цифрой и вот хочется ответить на этот вопрос прежде чем мы начнем разговаривать о конкретном данном образце винила до цифра она точнее цифра она без каких-то искажений без каких-то артефактов без каких-то еще других момент она четче точнее она вроде бы как в чем-то лучше но но пластинка винил это физический контакт со звуком это первично то есть ты должен взять пластинку в руки и должен ее вытянуть и должен посмотреть на этот красивый конверт если есть а какая-то полиграфия или добавочные вставки садишься ставишь эту пластинку ставишь иглу на пластинку садишься кресло или в диван начинает играть и ты начинаешь читать эту добавочную информацию или просто любоваться конвертом который входит входит в состав саунда тот момент когда ты это прослушиваешь это как бы раз два есть какая-то теплая энергия от того звука который идет с пластинки и сейчас многие могут сказать там щелчки и трески искажения и прочие вот эти вот вещи да где-то они присутствуют но на новых пластинках на хороших новых пластинках не затертых ну не сейчас может быть кину камень в огород не не ради этого это будет сказано там не мелодиевских каких-то потому что ну вы в основном я их там на барахолке там трески шум стоит сильный если взять новую хорошую мелодиевскую пластинку с хорошей записью а такие были на них тоже довольно таки качественный за саунд но зачастую как бы там качеством в те времена не сильно не сильно напрягались не сильно озабачивая заботились об качестве больше заботились о том чтобы в массы в народ вот саунд выходил но я не об этом сейчас вот 180 граммовые пластинки они играют чисто очень-очень чисто без лишних каких-то тресков шумов и искажений если за этой пластинкой следить если ее чистить и вот она наполняет комнату каким-то таким но необычным ты когда это это слушаешь это прям вот какая-то теплота идет какая-то вот такая вот атмосфера стоит комнате когда когда ты занимаешься прослушиванием именно пластинок для винила ну еще это как маленький как маленькая традиция мы с сыном мы иногда по выходным включаем слушаем одну пластинку он тут танцует бегает и он ощущает как бы что видит что звук ну то есть идет откуда-то он мне показывает потом папа включи папа переключи и это это тоже классно вот ну то есть когда маленький ребенок понимает что звук он не просто идет из интернета и это не просто нули единицы а что еще вот звук происходит вот вот таким вот аналоговым образом это тоже классно все давайте соступлением немножечко под закончу и будем переходить герою нашего сегодняшнего видео этот винил состоит всего лишь из двух треков но из каких двух треков первый трек на этом виниле это хэй-хэй рейс-ап это знаменитая песня червона колы ой улузи червона колына это марш сечевых стрельцов который еще в 1914 году был написан он кучу раз при ну то есть его переписывали там музыку подделывали там где-то что-то менялась но это уже как народная песня можно так сказать и эту песню хлыбнюк андрей спел когда-то на софийской площади в киеве не когда-то от 27 февраля после того как 24 февраля началась война в 4 утра зашла без предупреждения без ничего и с разговорами о том что этого не случится никогда даже я помню что такого и быть не может а потом вот так вот предательски зашла другая вражья страна вот которая даже не хочется называть название чтобы еще больше не обращать не омрачать ситуацию вот больше хочется а о том какой все-таки получился какой получился этот этот альбом всего лишь из двух символов я так вот даже вот назову альбомом понятно что это не альбом понятно что это винил и состоящий из двух для меня это альбом свободы потому что здесь все пропитана свободой ну давайте назад вернемся к андрею хлыбнику и к 27 марта 2022 года он записал шорт для инстаграм или может быть там для других соц сетей неважно он стал и на софийской площади спел эту песню и даже вроде бы как он собирался спеть изначально другую песню и потом резко передумал и спел у лузи червона колына и и выставил у себя в инстаграм и это увидел дэвид гилмор у него на странице в инсте увидел потому что они знакомы потому что они общаются и потому что он видать на него подписан и мало того дэвид гилмор его невестка с украины и еще у него есть родственники с украины и он просто не мог пройти мимо этой ситуации и оставаться в стороне и он предложил андрею чтобы они создали новый сингл создали новый сингл и записали его вместе андрей у себя у нас в украине а дэвид гилмор у себя в великобритании пластинка вообще вышла в германии а где записывалась я точно сказать не могу но знаю что дэвид гилмор предложил эту идею своему другу и соратнику поппин флойду нику мейсону чтобы все это вышло именно под эгидой группы пинг флойд что еще интересно с девяносто четвертого года пинг флойд не выпускала ни одной студийной работы не записывала ничего были живые выступления были они записывались они издавались но именно студийной работы с девяносто четвертого у пинг флойда не было они взяли еще также двух сессионников взяли басиста гая прата и клавишника нити на соу и и записали музыку кстати еще в начале этого трека используется другая запись запись украинского народного кора в начале сингла используется трек сингл получился ну очень сильным очень сильным вокал хривнюка вот это тут вступление хора и потом музыка пин флойд это настолько проникновенно настолько мощно и я когда впервые слышал эти треки я даже не слышал его вот целиком я слышал его в шарцах в инсте в ютубе только у меня начал появляться интернет я почти два месяца был вообще без интернета в начале войны вот и то есть это и тогда было таким вот каким-то каким-то чудесным пели в машинах пели на улицах пели везде и сейчас очень часто встречается эта песня но тогда просто на каждом углу и в каждой подворотне из каждого автомобиля и где еще могло играть квартирах тогда конечно не играла музыка и сейчас как-то не сильно играет у меня вот редко иногда когда мы с сыном слушаем а так чтобы пройти и услышать что у кого-то играет музыка за это все время несколько раз из квартир слышали буквально несколько раз за два года за два с половиной года из квартир слышали чтобы играла музыка только только я один такой вот это 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 действительно получился сильный проникновенный трек и возвращаемся к тому почему я называю этот выпуск винила альбомом свободы потому что вторая песня на второй стороне и эта песня говорит о больших надеждах о больших надеждах людей после того как была разрушена берлинская стена друзья но теперь пришло время посмотреть на эту пластинку поближе посмотрите друзья изображение подсолнуха один из символов украины и вот это вот изображение нарисовал айосан лион кубинский художник очень сильное получилось изображение вот как как будто бы этот подсолнух смотрит на тебя да прям прямо в душу тебе заглядывает ну понятное дело пинк лоид андрей клевнюк по брумбокс все все скажем так условности соблюдены и сзади кто где в какой композиции участвовал кем что было написано кем что было сыграно позже и здесь у нас есть это 7 дюймовый лимитированный есть еще вот такой вот внутренний конверт флагом украины вот это 7 дюймовый винил лимитированное издание и посмотрите внимательно здесь у нас видно что 45 оборотов в минуту записан не 33 как обычно а 45 оборотов в минуту записан этот винил здесь у нас тоже все красиво сторона б почему-то мы с нее начали хотя надо было со стороны а вот все классно вы видите один трек одна сторона по качеству записи вообще никаких вопросов нету записано очень качественно очень сильно по допустим приближение трека проигрыша яблоку никаких смазов не идет никакой потери качества нету никаких лишних щелчков никаких еще каких-то вещей которые смогли бы нам испортить прослушивание этого винила просто нету записано классно и атмосфера которая передается просто обалденная кстати как вы могли увидеть сзади это пинфоид records записывалась записывался этот альбом раз уже начали его называть альбомом продолжу это делать пил джи юг фронтлайн вот на этом лейб этот лейбл отвечает за запись этого альбома ну еще раз взглянем на тыльную сторону конверта и я думаю пора приглашать желтика все что я хотел сказать о данном виниле я уже сказал вы поняли что впечатление у меня очень 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 сильные от от данного от данного альбома и от данные да и от записи тоже все сделано реально на на высшем уровне и вроде бы как и жалко за два трека отдавать 800 900 а где-то и до 1000 гривен доходит стоимость этого винила но на самом деле энергию которую несет ту уверенностью которую он рождает в свободе и в победе ну она она того стоит давайте выпустим желтик друзья смотрите кто у нас тут прямо рвется в бой это елизавета или как называет ее мой малой илюша отлика а желтика он называет жока так вот жока зажокился залез в домик и говорит сегодня я выходной а лизонька не успела поэтому была поймана и вытянуто поработать смотрите какая красавица выросла чудо и это то что у нас обычно играет да я сейчас очень сильно переживают вы себе даже представить не можете насколько чтобы кто-то не рванул конверт а еще чего доброго вообще винил там знаете какие зубы так классно повернуться зрителям и покажи зубы покажи зубы шустряк это она кстати с виду такая большая и не поворотливая по клетке она просто порхает как бабочка и жалит наверно как пчела не знаю жока не рассказывал ну друзья на этой счастливой ноте я хочу всем вам сказать что добро всегда победит зло что подсолнухи всегда прорастут всегда будет свет радость свобода и не будет никакого рабства и угнетения просто жалко что это все дается такой огромной ценой ценой целовеческих жизней ценой потери наших друзей родных и близких но мы должны помнить что добро начинается с нас до лиза глядя вот на лизу только одобре и думаешь только давай по-доброму смыть с моей пластинкой все-все-все очень по-доброму иди-ка вроде молодец молодец сегодня просто просто умничка а это мы еще просто маленькие когда когда мы маленькие у них это до года происходит непроизвольно когда они нервничают до лизонька всем добра всем всего самого лучшего пока